Сегодня в рамках поездки в Андижанскую область с целью детального знакомства с ходом социально-экономических реформ в регионе, жизнью людей, президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев провел совещание с участием Хуакимов, руководителей министерств и ведомств, посетил одну из масштабных строительных площадок. Какие приоритеты дальнейшего развития расставил глава государства в материале нашей программы? Рамазан Хаид Расскими руководителей секторов должны знать проблемы каждой бедной семьи и работать с ними адресно, сказал президент. Определено, что отныне в каждом секторе будет организован штаб по сокращению бедности. К ним будут прикреплены представители бедомств, экономики, финансов, труда, инвестиций, налоговых органов и банков. Размер их заработной платы будет зависеть от достигнутых результатов. Налоговые органы будут заниматься не проверками, а станут помощниками налогоплательщиков. Развитие на местах до сих пор не направлено в конкретное русло. От сухих статистических отчетов наш народ никакой пользы не получал. Предложения должны исходить из районов, от самих людей. На совещании были обсуждены меры по созданию новых предприятий и рабочих мест в регионе. В текущем году в рамках 789 проектов намечено освоить 7 триллионов сумм инвестиций и создать 42 тысячи рабочих мест. 13 проектов на общую сумму 106 миллионов долларов будет реализовано в текстильной отрасли. Уровень преработки пляжа достигнет 78%. Будет обеспечен экспорт на 278 миллионов долларов. 253 миллиарда сумм кредитов и 20 миллионов долларов из фонда реконструкции и развития предполагается выделить для поддержки семейного предпринимательства в области. Глава государства дал поручение по эффективному использованию пустующих зданий, ускоренному развитию сельского хозяйства, широкому и адресному обучению населения более чем 60 видам профессий, доходы от занятий которыми не будут облагаться налогом. Президент Шавкат Мерзиёев на прошедшем в Андижане совещании уделил особое внимание улучшению условий жизни населения, развитию инфраструктуры в области. В нынешнем году в регионе строится 6196 домов, что вдвое больше, чем в прошлом году. Глава государства подчеркнул необходимость внедрения новой системы поддержки нуждающихся в жилье, в рамках которой 819 семьям в Андижанской области будут предоставлены соответствующие субсидии. В этом году планируется построить и отремонтировать 642 километра дорог и 85 километров сетей питьевого водоснабжения. Дано указание по улучшению качества образования. Организация профессиональной ориентации начинается от школьников седьмых классов. Это сыграет важную роль в обеспечении занятости выпускников в будущем. Больше всего меня волнуют вопросы молодежи и женщин. Им нужны поддержка и внимание. Если у них есть знания, любимое дело, они найдут свое место в жизни. И мировоззрение их изменится. Тогда и родители, семьи будут довольны государством, сказал президент. Обсуждены также вопросы развития туризма и информационных технологий, предупреждения преступности. Заместители премьер-министра, руководители отрасли отчитались о проводимой работе. Выступившие на встрече и по видеоконференц-связи представители различных сфер и отрасли, ветераны, молодежь, говорили о значимости реализуемых реформ и факторе личной ответственности. Вопросы социального роста и защиты, создания достойных условий жизни. На маршруте нынешнего посещения главы государства Андижанской области акценты приоритетов расставлены чутко и понятно. Регион самый небольшой, но самый густонаселенный. 10% граждан страны проживают именно здесь. В этой связи требуется эффективный и рациональный подход к использованию каждого квадрата земли. Во время своего предыдущего визита в Андижанскую область президент Шавкат Мерзиёев поставил ряд задач по строительству многоэтажных домов в холмистых районах региона, чтобы не сокращать посевные площади, но при этом обеспечить доступное жилье для растущего населения. Алгоритм реализации был просчитан до деталей. Итак, Хаджиабадский район Андижанской области. Массив Хидерша. Совсем скоро эта территория превратится в современный высотный жилой комплекс. С ходом строительства сегодня президент Шавкат Мерзиёев ознакомился лично. Проект отмечалось важный и масштабный. Здесь откроют двери 35 жилых пяти- и семиэтажных доступных дома более чем на 1400 квартир. К работе привлечены 25 ведущих подрядных организаций области. Около тысячи строителей. Задействованы десятки высотных кранов и спецтехника. Необходимо ответственно подойти к качеству звучало. Продумать каждый сантиметр. Ведь речь идёт о сложном инжиниринговом проекте, уникальном для нашей страны. За основу взят мировой опыт строительства на холмистой территории. Инженеры и проектировщики специально прошли стажировку в Турции. Изучили подходы и нюансы. Использование современных специальных технологий обеспечивает прочность домов, способных выдержать даже 9-бальное землетрясение. Расположение также продумано. Каскадный метод организовал дома со 100 квартирами выше, с двумя основами ниже, в зависимости от ландшафта. Таким образом, соблюдены требования безопасности и внешняя красота архитектурного проекта. Стоимость любого нового жилья напрямую зависит от наличия социальной и коммунальной инфраструктуры. В районе Хадырша есть электрические и газовые сети. В скором времени будут построены очистные сооружения. Глава государства озвучил свои рекомендации по срокам и комфортности возводимого жилья. Проект по строительству многоэтажных домов в холмистой местности мы реализуем впервые, сказал президент. Поэтому важно подойти к каждой детали скрупулезно. Продумывать каждый шаг, если необходимо привлечь из зарубежных экспертов. Самый важный вопрос – это безопасность и качество. Поручено ответственно подойти к вопросу распределения квартир. Вот неподалеку расположены Хаджабадский, Джалалабадский, Булакбашинский и Андежанские районы. И сам город Андежан. Необходимо доработать списки граждан, нуждающихся в жилье. Моя мечта, моя цель, чтобы каждый гражданин жил в достойных условиях, сказал президент. Семьям с низким доходом будут предоставляться комфортные льготные кредиты. Также поручено рассмотреть вопрос субсидий в размере 10% от первоначального взноса. Уже в этом году все 35 многоэтажных домов откроют свои двери. То есть совсем скоро вопрос жилья будет решен для более 1400 семей. На втором этапе в 2021 году будет построено 40, а на третьем этапе в 2022 году еще 48 многоэтажных домов. В общей сложности почти на 4000 квартир. А вокруг массива развернутся места досуга, детсады и аллеи, школы и библиотеки, стоянки, маркеты и пункты сервиса. Руководитель страны дал рекомендации не торопиться со строительством. Взвешивать каждый шаг, перепроверять качество материалов, использовать только лучшую технику и профессиональные ресурсы, чтобы качество было на высочайшем уровне. Ведь главная цель это не погоня за сроками, но обеспечение людей, жителей Андижана, доступным и комфортным жильем. На этом рабочая поездка президента Шавката Мерзиёева в Андижанскую область завершилась. И в этот же день руководитель страны прибыл в Ташкент.